приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня хочу еще раз рассказать о канди вот такой зимней подкормки которую изобрел немец шольц канди и сделал нам пчеловодам этим неоценимую услугу многие пчеловоды этим пользуются и не одна семья пчелиная уже спасена от неминуемой гибели при помощи такой замечательной подкормки как канди способов и рецептов приготовления в данный момент очень много используют различные добавки я использую чисто мед и сахарную пудру без каких-либо добавок мой способ приготовления канди будет там в конце видео если кто-то желает можно посмотреть но сейчас о чем я хочу рассказать я делаю обычно канди с запасом и некоторое количество канди у меня остается неиспользованным вот допустим такой канди у меня остался с прошлой зимы не использованы конечно он в основном затвердевает такой канди и делается у меня тут несколько лепешек канди осталось вот такая консистенция его получается вот я достаю лепешку вот что она собой представляет ну вот теперь варианты использования такого канди можно его конечно просто растворить с водой и отдать пчелам как сироп можно даже вот такой затвердевший канди класть на рамки есть у меня видео соответствующие где я вот такой дубовый такой канди кладу на рамки и пчелки в принципе его разогревают здесь нижней стороны прогрызают и потребляют задают вопрос и часто пользуются протыкают пакеты вот у меня пакеты вот эти сканди это с прошлого года значит температура и вот они уже такого состояния температура их ну чуть выше нуля они в хранилище там лежали я никогда не грею канди когда раскладываю и вот я покажу этот канди это с прошлого года он лежал уже в ульях вот как пчелки его прогрызают то есть они сами прекрасно с этим справляются причем в том месте где им надо вот поэтому я никогда не прорезаю не не протыкаю канди ну попробуем сейчас разложить начнем с этого улья значит тут у меня зимует семья с маточкой карника из германии вот сейчас посмотрим как они тут и так далее меда тут достаточно ну вот видим что они видим что они на нескольких улочек которые уже сверху вот поэтому поэтому вот что сколько им тут ну чуть чуть назад еще пойдут сколько они в глубину там тоже непонятно может они сверху просто собрались больше до прижались тут к теплой составной 1 2 3 4 5 улочка есть дальше может быть есть там поглубже но я не вижу вот таком случае я раскладываю для подстраховки канди вот и тогда у меня больше уверенности что они перезимуют вот ну конечно большая часть такого канди останется останется на днище улья вот но дело в том что рассматривается такой канди все-таки как авральная подкормка это не есть естественный корм естественный корм в рамках это мед поэтому любой способ подкормки зимний чтобы сохранить семью я в принципе приветствую есть даже способы что можно сахар просто сахар класть на рамки для того чтобы челки все-таки дотянули до весны но все-таки можно ли его как-то реанимировать то есть чтобы опять он стал мягким текучим и так далее так вот я сейчас хочу показать вам что такой способ есть и как как можно это сделать для этого нам понадобится кастрюля достаточно емкости чтобы вместить один или два пакета канди вот я такую кастрюлю приготовил набрал туда достаточное количество воды и ставим на подогрев данном случае у нас на газ ставим и разогреваем значит разогреваем где-то приблизительно градусов ну 50 60 так чтобы уже рукой не нельзя было держать если меньше температура просто долго очень долго будет такой candy раз размекать что еще значит candy я при приготовлении очень плотно здесь затягиваю и делаю узелочек обрезаю дырок я никогда не протыкаю там постоянно меня спрашивали протыкаю или не протыкаю пчелки сами прекрасно с этим справляются разгрызают этот пакет поэтому он пакет цельный вода туда внутрь не проникает и кладем такую кастрюльку если достаточная емкость то можно один или два пакета даже класть но тут вот один помещается он достаточно у нас такой объемный ну пусть пока так будет со временем он начнет размекать и чуть-чуть его можно будет туда подвинуть какая-то часть его тут не в воде все теперь некоторое количество сейчас где-то около 40 может 45 градусов температура ну немножечко еще нагреем и какое-то время пройдет и посмотрим за поведением этого кани и так прошло где-то минут 15-20 температура воды я еще раз говорю такая чтобы с трудом можно было рукой градусов около 50 может чуть больше вот наш candy уже размягчился аккуратненько и уберем достаем чуть-чуть водичка чтобы стекла на полотенце так вот таким вот образом промокаем остатки воды посмотрим что получилось вот такой вот candy вот что получилось из этого кани видно что размягчился достаточно мягкий стал вот ну комочки там чуть-чуть чувствуются некоторые но это не не так страшно уже вот а в целом он такой мягкий ну конечно он достаточно такое что можно его ненароком где-то проткнуть этот пакет поэтому надо очень очень аккуратно с ним обращаться вот ну и что я хочу еще показать вот я где-то неделю или две назад сделал такую процедуру но тут я случайно чуть-чуть проткнул этот канди пакет поэтому я завернул еще дополнительно такой пленкой вот смотрим вот его консистенция мягкий стал неделю-две вот он где-то у нас уже есть то есть ну возможно что он со временем тоже застынет но этого достаточно чтобы разложить воли и чтобы челки его потребляли поэтому вот такой способ как реанимировать вернуть к жизни канди кому интересно кому может быть полезно можно пользоваться на этом все подписывайтесь на канал пишите комментарии пока